Всем привет! И мы продолжаем игру Чайпашки Низи Легенды. И сегодня у нас новая битва с боссами. Играю я, друзья, с составами от подписчиков. И первым написал и попросил, чтобы я взял по укуса эпота подписчик с ником Николай Николаевич. Кроме того, было много других голосов. Тем не менее, он был первым. Если бы было два голоса за одного героя, я бы взял его. Ну а пока, вот выберем этого персонажа. Итак, друзья, вот так круто он выглядит, когда на него нажать делает трюк своими щупальцами. Итак, друзья, относительно прокачки. Первое, второе способности на максимальной седьмой ступени. Вот третье, четвертое и пятое на шестой. Вот для дальнейшей прокачки мне не хватает особых платиновых ингредиентов. Ну а сейчас давайте-ка отправимся сразу же в битву. И боссом первой главы у нас является лавовый голем. Итак, друзья, выбираю по укуса. Он находится в конце списка. И, надеюсь, он неплохо себя покажет в этой битве. Вперед! Ну, конечно же, реальные противники нашего по укуса это вот крэнг номер два и крэнг номер один. Но пока попробуем уничтожить этих врагов. Итак, утаром когтей по укусу уничтожает первого монстра. Оставшихся оплетает сетью. Вот крэнги уничтожены. И мы уже переходим непосредственно к боссу. Итак, лавы голем, который возникает, телепортируется из портала из измерения крик и пытается... Прошу прощения, из измерения икс и пытается к своим крикам напугать нашего по укуса. Вот так круто это выглядит. По укус свою очередь просто заплевывает его кислотой и уничтожает противника. Ну что ж, здорово. Итак, первый босс уничтожен и по укус справился просто шутя. Замечательно. Переходим к следующему бою. Вот наша награда ДНК Кейси Джонса и еще ингредиенты для прокачки. А для следующего... Следующим боссом является шагающий танк крэнгов, против которого и предстоит сразиться нашему по укусу. Причем, друзья, давайте-ка я сразу же вот сетью оплету первую волну. Вот сметаем, уничтожаем без проблем. Здорово. Переходим к следующей волне. С вот этими врагами уже будет посложнее. Вот на всех ударов не хватит, но что хватит, я попробую. Итак, ударами когтей по укусу уничтожает одного крэнга, второго заплевывает при помощи кислоты и ждем, уже вынуждены сдерживать вражеские удары. Кстати, друзья, кто не в курсе, если нажать на способности по укуса, мы можем прочитать, что они означают. Вот сейчас давайте-ка перейду непосредственно к боссу и покажу, какая способность что означает. Итак, расшвыривая мусор, из-под него вот встает вот такой вот шагающий танк рэнгов. Ну что ж, попробуем его уничтожить. Причем, друзья, вот смотрите, вот первая способность это кружащийся паук. Паукус переворачивается, поражая врага, вероятность 50%, снизить фокус врага на 100%. Итак, первая способность, вращающийся паукус просто уничтожает этого босса, шагающего танка крэнга. Остальные способности я, друзья, прочитаю, когда мы пойдем за следующим боссом. Ну что ж, вперед. Давайте-ка посмотрим, какова наша награда. Это ДНК железной головы плюс ингредиенты для прокачки. Ну что ж, неплохо. Вот боссом третьей главы является Шреддер, и мне кажется, это будет интересно. Итак, паукус против Шреддера. Звучит забавно и прикольно. Ну что ж, начнем битву. Итак, друзья, наверное, все же я сразу же метну сеть. Давайте-ка посмотрим, как пишется и что описывает эта способность. Итак, липкая ловушка. Паукус лепит шелковый шарик и бросает его во врага. Разрушитель, вероятно, 75%, уменьшит меткость на 50% в течение трех ходов. Ну, давайте-ка попробуем. Итак, бросок и первая волна с Микина. Круто. Переходим ко второй. А сейчас я попробую воспользоваться третьей способностью. Это клыки паука. Паукус атакует врага смертоносными паучьими клыками. Вероятность 75%, уменьшит силу атаки на 50% в течение трех ходов. Вот восстановление, четыре хода. Итак, удар когтями и, как видите, очередной враг уничтожит. Итак, давайте-ка еще уничтожить четырехрукового фута. Для этого воспользуемся способностью. Паукус выплевывает на врага желчь. Вероятность 90%, ослабить защиту на 50% в течение трех ходов. Восстановление четыре хода. Вот, друзья, это не яд. Это желчь. Вот, ну что ж, тем не менее, урон проходит довольно-таки неплохо. Вот, у врагов нет шансов. И паукус добивает маусера. И остался только четырехруковый фут, которого, опять же, паукус без проблем уничтожает своими клыками. Вот, названо клыками. Хотя, друзья, почему клыки? Клыки во рту. Это больше похоже на шипы, либо на кухни. Но почему-то вот разработчики написали, что это клыки. Так, Шреддер пытается как-то сопротивлять стонавшего по укусу. Но, опять же, я уверен, ничего не получится. Да, удары когтей уничтожает Шреддера. Вот, друзья, никак не поворачивается у меня язык назвать клыками его когти. Что ж, наша награда ДНК пульверизатора плюс ингредиенты для прокачки. А мы переходим к следующему боссу. Итак, босс четвертой главы является гигантский гриб, против которого и будет сражаться по укусу. Плюс его союзники, люди-грибы. Но, опять же, не думаю, что они сумеют что-то сделать. Итак, кроме людей-грибов, здесь еще и есть летающие мутанты. Это мутировавшие тараканы-терминаторы. Вот, друзья. И давайте-ка я пока приберегу массовую атаку. Вот, я вторую волну попробую смести. Там очень сильные враги, грибы. Вот, поэтому я надеюсь, что мы пока справимся как-то так. Итак, плевок желчью. Вот, не кислотой. Вот, у дурон проходит здорово. Вот, пытаются какими-то забавными сферами, вот, мутировавшие тараканы-терминаторы, навредить нашему по укусу. Но, опять же, в прыжке, ударяя их своими когтями, по укус без проблем сметает вот первую волну. И да, друзья, массовая атака. По укус забрасывает сетью. Вот, и здорово уничтожает вторую волну. И мы переходим непосредственно к бросу. Что, друзья, интересно. Не знаю, почему вот разработчики так сделали. В мультике этот босс-гриб находился в пещере, а здесь, как видите, находится в лесу. И как здорово выглядят монстры. Битва монстров. И сразу же, вот, монстр-гриб налаживает на нашего по укуса негативный эффект уменьшения атаки. Но я не думаю, что это нам помешает его уничтожить. Удары когтей, и босс выживает. Ничего себе. Силен. Силен, в свою очередь, выпускает ядовитую волну. Но, я думаю, плевок желчью должен уничтожить противника. Атака и да. Босс-гигантский гриб уничтожен, а мы празднуем победу. Что ж, это было круто. Это было круто, это было здорово. Неплохо нам удалось уничтожить босса. И мы переходим к следующему боссу. Собираем награду для прокачки героев. Итак, друзья, боссом пятой главы являются сразу же два босса. Это лавовый ледяной голем. Вот, и здесь уже будет поинтереснее. Но, опять же, противник недостаточно слаб. Вот силен, чтобы что-то противоставить нашему по укусу. Кстати, до сих пор удивляюсь, почему вот удары кружащийся паук, вот почему назвали когтями. Вернее, вот это, клыки паука. Хотя, давайте-ка, друзья, посмотрим. Итак, вот написано клыки паука. Но, как видите, он бьет не клыками, а своими как бы щупальцами. Или это когти. Трудно сказать, что это у него на голове. Вот какие-то остростки. Вот, гигантские роботы обстреливают паукуса. Ну, а паукус в своем роде, опять же, атакует врагов. Ядовитый плевок желчью. Враг уничтожен. Итак, удары когтей. И очередной гигантский робот повержен. Ну, как-то так. Супер. И да, друзья, обратите внимание, мы находимся в измерении Х, где паукус сражается с монстрами. И есть. Есть возможность накрыть всех врагов сетью, что и делает паукус, вот шутясь, метая и вторую волну. Отлично. Переходим в третий. Вот. И здесь непосредственно уже встреча с боссами. Вот лавы, ведяной голем. Выламывают панели в комнате. И пытаются выяснить, кто из них сильнее и кто круче. Вот занимаются рестлингом. Вот. И так. Жмут руку друг к другу и ничего у них не получается. Но обратив внимание на паукуса, сразу же переключается. И лавы заплевывает лавой паукуса, а ледяной пытается его заморозить. Итак, урон практически не проходит. В свою очередь, паукус ударом когтей бьет лавого голема, снимает большую часть жизни. Тот выживает. Кроме того, паукуса удалось наложить на него негативный эффект. Это уменьшение атаки. Отлично. Ну что ж, еще один плевок. Желчий. И да, лавовый голем уничтожен. Просто отлично. Вот. Продолжаем битву. Вот. Еще удар когтей. И ледяной голем тоже выживает. Ну что ж, друзья. Я думаю, еще один удар и враг будет повержен. Да, удалось. Ну что ж, друзья. И это уже было посложнее. Здесь боссы оказались сильнее. Вот. Тем не менее, жизнь и паукуса практически не просела. Поэтому я считаю, что бой был достоин. Причем наша награда ДНК Мадагека плюс ингредиенты для прокачки. Супер. Ну что ж, друзья. Итак, переходим уже к серьезному боссу. Это крэнг номер два. Вот. Который прячется в подличина Ирмы. Подружки Эйприл Анил. По крайней мере, по мультику. И сразу же, друзья, первую волну я хочу уничтожить при помощи сети. Паукус метает. Шутя сметает первую волну. Но один из крэнгов выжил. Вот. Причем, друзья, я поэкономлю мощные удары для второй волны. Надеюсь, что у нас паукус вот здесь как-то лучше сработает. Кстати, друзья, по мультику паукус это мутант. Был толстый мужик, на которого упал мутаген. Превратился вот в такой вот монстр. Очень рад с ним конфликтовал. Вот, кстати, рекомендую эту серию. По-моему, это вторая, либо третья серия мультика про черепашек. Ой-ой-ой. Итак, все пинают нашего паукуса. Начинает немножко уже по капельке проседать ижи. Но, в принципе, он неплохо держится. И давайте-ка, друзья, я добью крэнга, а потом уже будем разбираться с роботами крэнгов. Отлично. Итак, пока все идет здорово. Враг обстреливает из пулемета паукуса. Но, опять же, он неплохо держит удар. И надеюсь, что сейчас мы сумеем уничтожить. Причем, друзья, будут быть тех врагов, возле которых зеленый треугольник. Там урон повышен, поэтому очень большой шанс первого удара уничтожить врага. Итак, еще один удар. Вот видите, вот здесь уже не было. Здесь не было зеленого треугольника. Тем не менее, пришла возможность массовой атаки. И пауку забрасывает врагов всем, уничтожает и перепрыгивает через пропасть при помощи своих когтей. А вот, друзья, и крэнг номер 2. Как видите, как бы с виду обычная девушка, но на самом деле это робот. И когда пришло в свое время, трансформировался, разложился. И мы увидели крэнг номер 2, который управлял куклой. Вот. Ну что ж, друзья, и смотрите, своим ударом он сразу же снял где-то 10%, возможно, на даже 15% жизни паукуса. Что ж, месть моя будет жестока. Паукус атакует когтями. Отлично. Тоже удалось снять неплохой, неплохую часть. Ну, где-то 20%, 20% точно сняли. Вот. Крэнг номер 2 обстреливает паукуса. Вот снимает еще часть жизни. Но у паукуса это получается намного лучше. Ядовитый плевок налаживает еще негативный эффект, уменьшает защиту. Перед этим был негативный эффект уменьшения атаки. Я в шоке. Смотрите, что сделал. Вот крэнг номер 2. Он уже обналил больше половины жизни нашего паукуса. Паукуса я его бью, но еще нужен один удар. Итак, крэнг номер 2 атакует паукуса. Жизнь его очень круто проседает. Но финальный удар все-таки уничтожает крэнга номер 2. И мы побеждаем. Что ж, круто, здорово. Победа, хороший бой. Вот. Интересно, друзья, сможем ли мы справиться с крэнгом номер 1. Он же крэнг прайп. Ну, а пока собираем награду. ДНК Бибапа плюс комикс и мутаген. Ингреенты для прокачки. Здорово. Ну, что ж, друзья. Итак, седьмой босс. Финальный босс. Крэнг номер 1. Вот попробую я с ним справиться. Не факт, что получится. Но все возможно. Я, конечно же, попробую сделать. Очень сильный, очень мощный враг. Не факт, что получится. Но, конечно же, я попробую. Итак, первую волну мы просто забрасываем сетью. Ну, и вот выживает крэнги гуманоидного типа. Ах ты, вредина. Итак, восстанавливает жизнь и здоровье. Вот интересно, хватит ли мне обычного удара, чтобы уничтожить крэнга. Да. Вот на этого хватило. Вот на следующего не уверен. Ну, давайте-ка попробуем. Итак, мощная атака. Кстати, друзья, перед битвой с боссом мне надо сохранить суперудары. Иначе мы просто не вытянем. Ну, попробуем. Все, что смогу, я, конечно же, попробую сделать. Итак, что мы можем сделать? Давайте-ка я пока обычными ударами попробую уничтожить вот крэнгов. Ах, видите, не хватает. Не хватает сил. Очень плохо. Вот, нужны суперудары. Итак, врагам удалось прокачать скорость. Вот, пошел обстрел нашего паукуса. И сразу же, вот, бомба сняла часть здоровья с паукуса. Ой-ой-ой. Итак, врагам удалось наложить негативный эффект на нашего героя. Уменьшение атаки. И это очень плохо. Вот, я, конечно же, сейчас обычным ударом могу добить крэнга гуманоидного типа. А вот с оставшимися врагами уже будет потяжелее. Вот, кстати, массовую атаку, в принципе, я думаю, мы можем использовать. Вот, так как она будет, вот, малоэффективна против босса. Поэтому сейчас попробуем накрыть вот крэнга, крэнгов и их роботов массовой атакой. А для босса я уже буду, как бы, приберегу вот удар когтей и плевок желчью. Да, удалось. Удалось. А вот удастся ли нам справиться с крэнгом праймом, либо крэнгом номер один, друзья, я не знаю. Сейчас посмотрим. Итак, ну, что скажу. Выглядит паукус круто. Ну и крэнг прайм выглядит не менее круто. Вот так злобно рычит, пытается напугать паукуса, обстрелит его. Отлично. Итак, разряд проходит мимо, а паукус, в свою очередь, ударами когтей атакует, бьет, снимает часть здоровья. Да, есть, друзья. Удалось наложить негативный эффект. Уменьшение атаки у крэнга номер один. Это очень здорово. Вот он атакует. И здоровье нашего паукуса слабенько проседает, но тем не менее проседает. Итак, еще одна атака. Ядовитый плевок уменьшает жизнь крэнга номер один. Это тоже радует. Он пытается атаковать, друзья. И у нас очень неплохой шанс победить. Вот, да, друзья, жаль, что я не сохранил способность броска сетью. Было бы здорово добить врага этим суперударом, но не факт, что получится. Итак, еще одна мощная атака. И крэнг номер один выживает. Вот у нас половина жизни. Ой-ой-ой, смотрите, что делает. Ударом щупальца он практически снял большую часть жизни паукуса. Тем не менее, финальный удар приносит нам победу. Я, честно говоря, в шоке. Друзья, не ожидал. Не ожидал, что мы победим. Вот я боялся, что все-таки не хватит сил после сражения с крэнгом номер два. Вот я был уверен, что с крэнгом номер один мы не справимся. Тем не менее, это удалось сделать. Вот хорошая победа, хороший бой. На этом сегодня я уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Ну, а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев вы хотите увидеть в следующей битве с боссами. Я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Если будет 2-3 голоса за одного героя, буду брать его. Если же не буду, не будет, буду брать самого первого героя, который написал подписчик. Вот. Ну и будем как-то так действовать. Что ж, друзья, на этом все. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч. До новых встреч.